И еще один комментарий, который я прочитаю и прокомментирую от Нины. Добрый день, ГП. Я и моя семья уже много лет ваши почитатели и читатели. У нас в домашней библиотеке много ваших книг, которые изучаются и применяют. Кстати, я сейчас не перестал писать, зато я стал вот так вот рассказывать, разбирать различные случаи. То есть, моя деятельность изменилась. Не столько я пишу, сколько я тебе просто на основании ваших примеров, писем присланных я разбираю, что, что и почему. Продолжим. Я полагаю, что вы, как проницательный человек, догадываетесь, что ваша бесценная информация спасла не одну тысячу жизней, изменила к лучшему не одну сотню судеб человеческих. Буквально, не преувеличивая. Моя семья благодарна вам и всегда помнит об этом наш вам поклон низкого пояса и спасибо за ваш YouTube канал. Спасибо и вам, Нина. А я вот прокомментирую. Ваша бесценная информация спасла. Ваша бесценная информация. Это не моя информация. Я не зря вам сделал такой видосик. Научитесь из всего многообразия отбирать важное, второстепенное. То есть, ранжируйте всю эту информацию по степени важности, по степени применения к самому себе. Не хватайтесь за какие-то, знаете, соломинки, когда рядом проплывает здоровое бревно, а то лодка. Вот эта способность отличать важное от второстепенного. При этом отличие важного от второстепенного основывается на том, что вы хотя бы, в общем, изучив работу своего организма, физиологию организма, как различные системы работают, как тоже пищеварение работает, как, допустим, работает сознание. Ну и много-много. Вы уже начинаете из всего, что вам говорят, то, что вы читаете, вы начинаете отбирать то важное, что действительно, действительно, знаете, грубо говоря, можно заработать копеечку и при этом потратить день. А можно заработать, грубо говоря, там миллион, если там знать, что и что там сделать. Вот, это очень важно. Умение разбираться в информации и по степени важности ее отсеивать и применять для себя. Вот это как раз то, что как раз и тут подчеркнуто. Это не моя бесценная информация. Это я эту информацию отобрал и важно еще, преподнес вам ее. Вот это вот важно, а это не важно. А вот это вот сейчас важно, а это потом важно. А это в целом важно. А вот индивидуальная конституция, она у вас такая, а не получается из-за того, что вы вот это не соблюдаете. Антидепрессанты пьете, а что они вам помогут, когда у вас тут совершенно иные проблемы? То есть, видите, бесценную информацию важно отобрать и преподнести. И дальше уже, дальше уже зависит от вас. Выложено, она уже лежит, она уже ждет. В целительной силе она говорила, основы здоровья и целая библиотека моя лежит в свободном доступе. Пожалуйста, пользуйтесь. И далее, не одну сотню судеб человеческих. Тоже прокомментирую. Когда вы осознанно начинаете работать. Вот знаете, осознанно начинаете работать самим собой. Начинайте понимать, как устроен ваш организм. Как работает ваше сознание, ваше пищеварение. Что происходит во время движения, что происходит во время того, как у вас, допустим, поднялась температура, вы заболели. Что, что, как этот процесс развивается. И как, значит, с ним надо работать, для того, чтобы он не оставил там следов и прочее, прочее, прочее. То есть, вы становитесь другой личностью. Вы начинаете совершенно по-иному работать с пространством. То есть, у вас, как, знаете, вот есть радиоприемник. Он настроен на одну волну. На одну волну настроен, и все он, как бы сказать, принимает вот так вот. И больше он ничего не знает. Когда вы начинаете работать, вы расширяете этот диапазон. Вы становитесь радиоприемником, который уже принимает гораздо больше станций. Гораздо больше различных, как бы сказать, возможностей у вас появляется. От того, что вы расширили свое сознание. Вот для этого-то нам и дается жизнь. Не для того, что мы работаем тупо, чтобы что-то заработать. И на этом, значит, дальше мы не смыслим. Заработали дальше там, пробухали там, проели, прокатали, просмотрели и все. А для того, чтобы мы совсем по-другому менялись, совсем по-другому взаимодействовали с мирами. И вот эта вот информация, если вы начинаете ее применять, если вы начинаете работать над собой, вникать в самого себя, понимаете, не в меня, не еще куда-то, а в самого себя, начинают идти вот такие интересные изменения, которые приводят к тому, что ваша судьба меняется. Я на себе это, знаете, вот на тысячу процентов. Вот я там родился, роддом недалеко отсюда, по прямой, ну примерно полкилометра по прямой отсюда. Вот я сижу и там буквально такие койки или что там, где я родился этот дом. И меня ждала вот такая вот жизнь, которая здесь имеется, химкомбинат там или еще что-нибудь такое. Или иди там где-нибудь охранником, или иди на базар там торгуй, или таксуй. Начал работать, просто работа над собой. Сначала натягал штангу, что-то там выходило. Далее я начал заниматься своим собственным здоровьем. И это раскрыло меня по-иному. Началась писательская деятельность. Далее, видите, неожиданно, можно так сказать, вот неожиданно, но это все закономерно. Телевизионная деятельность. Далее блогерская. То есть стать самим собой независимой личностью и строить свою собственную жизнь, свою собственную судьбу. Вести свое собственное совершенство. Что я и делаю, и что вам и желаю. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.